итак друзья подписчики моего канала и вас всех приветствую сегодня очередная распаковка посылок с алиэкспресса и на этот раз ко мне приехали колпачки для тату краски сейчас мы раскроем посылочку посмотрим целостность нашего заказного товара так заказывал получается я 100 штук 100 колпачков так я тут нечаянно на обрезал и вот такие вот у нас приехали колпачки под краску так сейчас мы посмотрим кстати на самом деле на самом деле мне приехали колпачки не те которые я заказывал вот видите написано 1311 вот должно было написано 1110 либо 1011 вот то есть я специально заказывал средние по размеру колпачки но почему-то приехали все здоровые и приехали получается все 100 штук как раз таки здоровые блин а это косяк на самом деле кстати могу объяснить почему я заказывал именно 1011 размер вот кстати мне есть пример как можете видеть получается вот тут написано у нас 1110 так давать еще ближе если получится вода 1110 вот могу объяснить почему дело в том что когда вы набираете в колпачок краску до для работы до получается вы набираете где-то половину вот это делается для того чтобы если у вас будет допустим тока дно заполнена краска да и вы будете макать иголку внутрь то при нажатии педали да вы можете повредить иглу об днище колпачка вот она может затупиться и будет рвать кожу в ходе работы вот можно конечно другим способом выбирать краску из колпачка допустим опустить иглу вниз до обмакнуть потом вытащить иглу вверх и нажать педаль то есть краска сама войдет уже внутрь наконечника да вот но знаете на самом деле большинство краски остается на дне либо по бокам данного колпачка вот и также знаете для мелких работ не мелких татуировок да как раз таки охота брать что-то поменьше да вот по колпачку чтобы дабы знаете меньше расход краски там и так далее как бы вот что касается вот таких больших размеров да то есть я вот блин но я заказывал получается все в описании написано то есть и просьба китайцу было то есть я написал размеры прям даже у еще уточнил получается китайцу но тем не менее китаец почему-то все равно прислал мне здоровые колпачки какого-то хрена вот это конечно косяк вот ну что касается количество то я думаю я конечно сейчас она еще пересчитаю да вот но блин здорово это конечно да это конечно немножко не вариант нет в плане того что тратится краска она конечно не сильно много тратится на самом деле что там на дне ставится на но по бокам да то есть на стенках колпачка конечно же немного и тратится из-за этого но знаете в ходе работы все равно как-то мне вот проще всегда было делать именно с помощью мелких колпачков опять же мне нравится вот колпачки вот такого типа то есть они вот знаете применяется для такого небольшого железного или пластмассового стенда то есть вы ставите колпачок внутрь вот так вот и набираете с него краску вот если вот так вот ставить дата он может опрокидываться тем более что здесь бывает не всегда срезают нижнюю часть днища и то есть у вас может он просто опрокидываться каждый раз вот ну ставить его на вазелин разумеется и тогда он более устойчив вот но мне нравится такие вот получается такого типа как он заказал здесь как вот показывал так ну что ж я думаю может быть все таки стоит написать продавцу то есть ну компенсацию материальную я думаю это как-то глупо потому что это просто стоит копейки на самом деле тем не менее все равно напишу то что по итогу как бы приехала не то по размеру приехал не то когда ее забирал кстати с почты да я по ощупь у блин у меня по ощупь у были как раз таки уже сомнения то что какие-то они огромные вот сейчас я об этом просто убедился на самом деле ну что ж ну бывает на самом деле ладно то есть тем не менее они все-таки приехали я надеюсь в нужном количестве приехали вот размер не тот но что ж всякое бывает так что если у вас есть какие-то вопросы задавайте комментарии пишите точнее в комментарии я уже все путаюсь под вечер вот кому помогло это видео в чем-то разобраться что для себя понять так что да конечно немножко неприятно все таки что такой размер ну ладно так что спасибо за просмотр и всем пока